всем привет говорят что можно заварить трубы когда через них бежит вода говорят что можно и не только говорят я также заваривал приходилось мне но я пользовался хлебом другие же кто-то рекомендует можно туалетной бумагой а мы посмотрим можно ли не можно и каким это последствиям хотя можно конечно но я сделал не просто так заварим а еще поставил поставлю фильтра для того чтобы посмотреть сколько туалетной бумаги будет задерживаться через фильтра либо хлеб будет задерживаться через фильтра и что пойдет потом до людей которые будут либо фильтра прочищать либо аэратор чем же эффективнее туалетной бумагой или хлеба у меня есть два вида туалетной бумаги мягкая которая всем известная такая супер пупер говорят растворимые и жесткая самая обыкновенная а также есть хлеб черный и белый и сейчас я настраиваю чтобы у нас капала водичка варим проверяем так сразу же подготавливаем что у нас должно сюда приваривается сюда приваривается данная штучка да вода бежит довольно таки сильно и нам необходимо забить это пространство хлебом так чтобы она не прокапывала что ж поехали набиваем хлеба обильно так хлебушка набиваем все и пока вода не капает мы пользуемся моментом и завариваем сейчас она наполняется здесь и начинает капать уже с этой стороны вот видите она покапала сейчас перемещаем или вам также будет видно это был у нас белый хлеб с черным хлебом аналогичная ситуация никакого хлеба в монтаже полипропиленовых конструкций полипропиленовых труб не используется в инструкции такого не увидишь но это уже придумки сантехников которые сталкиваются каждый день можно сказать все дело тряпочкой у вас должна быть наготове у меня нету ну и пофигу отлично все с хлебами у нас картина понятная теперь мы берем туалетную бумагу давайте возьмем сначала такую мягкую мягкая туалетная бумага так лоскуточки какие же нам нужно лоскуточки по хлебам видите мы натолкали набили и все чинно классно а с туалетной бумажкой здесь немножко посложнее она может и пропускать в принципе хлеб то мы утрамбовываем а туалетную бумагу не очень опа опа вот это да туалетная бумага уже начало ее выдавливать так закрываем для того чтобы у нас пошла здесь через последнюю это у нас мягкая туалетная бумага была все уже накопилось и давайте ну последний давайте возьмем самую обыкновенную бумажку так все готово ну и теперь когда наши конструкции готовы к проверке мы будем их проверять как-то так варится с водой а теперь давайте через каждую прольем по два с половиной литра воды и 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 Тут есть дырка? Да, есть. Первая это жесткая бумага, вот здесь она жестоко все забила, прямо забила жесть как. Она не может пролезть, она даже не смогла пролезть через фильтр, настолько плотно забилась эта жесткая бумага. Теперь мягкая бумага, как видим мягкая бумага у нас также немного застыла, да как немного, в принципе она забила целый фильтр, мягкая бумага. Фильтры были чистые, теперь хлебушек. Нет это у нас не батончик, это у нас белый хлебушек, также забился фильтр, просто сильнейшим образом подзабился фильтр. И теперь еще один откручиваем, тоже хлебушек. А вот это беленький хлебушек. Опа, как у нас забиваются фильтры. Итак, как итог, что же у нас получилось? Мы выяснили, что можно использовать хлеб белый, можно использовать хлеб черный, можно использовать мягкую туалетную бумагу. Жесткая туалетная бумага, она, к сожалению, осталась в трубе. Пусть там поживет, я ее достану чуть позже, она просто не смогла пролезть через фильтр. Так что делаем выводы, что у нас допускается к эксплуатации с хлебом, если мы забиваем и преспокойно варим, либо с мягкой туалетной бумагой. Ну все, пока!